Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы находимся в условиях приближенных к первооткрывателям этих земель и к условиям, которые связаны даже с поморским мореплаванием. Нас затирало льдом, нас таскало вместе с этими льдинами, нам проламывало борта хорошо, что только внешние отшивки. И когда мы прятались от этих сторон, от ледовых условий, которые там происходили, искали места, где хорошо бы и высадиться, и где нужна и питьевая вода нам, и место, где поставить палатки, в которых мы бы обитали. Мы научились, приобрели большой опыт нахождения таких мест и уже знали, что в этих местах сто процентов были наши предшественники. Поморы или другие экспедиции, которые выискивали такие же места. И мы знали, где искать 12-метровые и 10-метровые поморские кресты, которые уже не стояли, не росли из земли, а лежали полугнивые на побережье с надписями. Где искать остатки этих зимовий, где проводить поиск документов других экспедиций и так далее. Все это и влилось в основу историко-географического эксперимента. Азия и Америка представляют собой единое целое, один материк. Сегодня такое утверждение звучит почти абсурдно. А еще в 16 веке, уже после открытия американского континента, не было точных сведений о том, есть ли пролив, отделяющий его от Азии. Хотя, подобные предположения выдвигались. 20 мая 1570 года типография в Антверпене напечатала зрелище шара земного, то есть атлас мира, составленный известным картографом Абрахамом Артелием. На нем Азия и Америка разделены проливом, названным Анянским. Но практического подтверждения этого мореплаватели не находили. И в 1579 году английский пират Фрэнсис Дрейк плыл вдоль северо-западного берега Северной Америки до Муревангрии. Он пытался достичь Анянского пролива, по которому хотел бы быстрее вернуться к берегам Британии. Но в своих записках Дрейк с огорчением отметил. Берег неизменно отклонялся на северо-запад, как будто шел на соединение с азиатским материком. Нигде мы не видели следов пролива. Лишь в середине следующего, 17 века, в 1648 году, этот пролив был найден и освоен. Прошел его казачий азамант Семен Дежнев с несколькими сподвижниками на деревянных судах Кочек. Это было величайшее географическое открытие нового времени. Но почему именем Дежнева, совершившего столь важное географическое открытие, назвали только мыс? А пролив, который он прошел первым, носит название Берингово. Долгое время многие специалисты, более поздние, они не доверяли этим сведениям, что им привелось обогнуть этот мыс, потому что был хорошо известен и в дальнейшем пользовались не морским путем. На Кочек там больше не ходили. А это был путь до того же Анадыря по рекам, по Волокам. И из Якутии добирались вот долго по пешим маршрутам, используя и собак, и оленей, оленей упряжки, и таща, значит, лодки и кочи, перетаскивая к речке Анадыря. Но в конце концов заинтересовались и в Академии наук уже в Петровские времена, и когда организовывалась русская экспедиция под начальством русского мореплавателя, потому что он был на службе у нас, Беринга, то эти материалы все-таки сыграли свою решающую роль в убеждении того, что пролив существует. Сам Беринг этим проливом не прошел до конца. То есть он дошел, действительно увидел, что отделена территория в Америке от России, но выйти вот туда уже, на самый север, ему не удалось, и экспедиция, как вы знаете, вернулась назад, а потом сам Беринг погиб во время зимовки на одном из островов Тихого океана неподалеку от побережья России. И в конце концов эта история всплыла, имени Дежнёва, как вы знаете, был назван вот этот великий каменный мыс, который они наблюдали. Так получилось, что открытие Семена Дежнёва было признано только спустя век после долгогонного совершивания. Через 365 лет нашлись добровольцы, готовые в такой же экипировке, и на таких же плавсредствах пройти путём Дежнёва и его спутников. Для этого в Петрозаводске были построены два судна, максимально приближённые по своей конструкции к поморским починам. Это была правительство Чикотки идея, это была идея, которая к этому подключилась и русского географического общества, но обратились ко мне, попросили стать научным руководителем этого проекта, и несколько человек, наших сотрудников морской арктической комплексной экспедиции, они участвовали в этом проекте. То есть в 2011 году была обкатка этого проекта «Поморское кольцо», то есть по Белому морю, как вообще ходили поморы, были построены специальные реплики кочей. Они, конечно, не такие, как были в экспедиции Дежнёва, потому что это большие были затраты денежные, у нас только не было. Это были небольшие реплики. Если у него судно там было, наверное, 20 метров длиной и поднимало 25 человек, то у нас это 8, там, 8 чем-то метров суда, и на одном из них, на святом Николае 4 человека, на другом апостоле Андрея 5 человек, или наоборот, то есть меняется. Вот основной состав, который участвует в этом маршруте. И по маршруту собираются разные вещи, вы понимаете, вот мы на побережье выискиваем и останки судов. У нас есть останки судов, шики и вица. То есть вица – это вообще ёлка 2-3 метра, которую превращали, обдирали, превращали в такой длинный как бы шнур, специально там вымачивали и так далее. Доски не металлом крепились друг к другу, поморы, они их сшивали этой вице и делали не только отверстие, пазы, чтобы эта вица ложилась. И что самое интересное, эти суда были очень хороши именно для плавания в Ледовитом океане, потому что железного корпуса не было, и если мощный напор льда, ну, во-первых, кочи, как мы знаем, строились очевидной формой, их выпирало вверх, поэтому льдины не могли их срезать и уничтожить, а во-вторых, эти кочи, благодаря вице, эти доски немного перемещались, двигались, то есть они делали то, что делают рессеры у автомобиля, смягчали любые колебания. Наша экспедиция существует, которую я возглавляю, морская арктическая комплексная экспедиция Института Наследия, она существует с 1986 года. Я хочу сразу подчеркнуть, что это единственная в мире экспедиция, которая ежегодно работает в Арктике. Вот в 1986 году мы начали экспедицию и убедились в том, что можно перенести идеи моего любимого ученого-путешественника Тура Хиардала в Арктический регион, то есть устраивать историко-географические эксперименты по маршруту полярных экспедиций. И это оказалось очень важно. Важно потому, что сам этот эксперимент, это вживание в атмосферу, которая проходила в тех экспедициях, конечно, на основе документов и прочее, ощущение того, как это происходило и почему. Летом 2013 года началась основная часть историко-географического эксперимента Чукотка «Территория открытий». Два коча, апостол Андрей и святой Николай, вышли из бухты Тикси и направились по маршруту, которым 365 лет назад прошел Семен Гижнев. Участники эксперимента сразу ощутили трудности, с которыми сталкивались по морю. Из дневника участник экспедиции Чукотка «Территория открытий» Кирилла Кузнецова. Буквально час после того, когда мы снились с якорей, ветер усилился. Скорость упала сначала 3,5 до двух узлов, а затем до одного узла. Идти с такой скоростью означает просто сжечь топливо впустую. А его у нас под расчет. А на попутный ветер в этой части путешествия мы рассчитываем. Ветра преобладают по статистике не наши. Да и волна снова разыгрывается не на шутку. Принимаем решение вставать на якоря, ждать уменьшения скорости ветра и следить за прогнозами. Понимаете, там же, когда ходишь сам на своей шкуре, это испытываешь. Это же не только ветер, это туман, когда ты не видишь, где ты находишься и к чему ты подходишь, и вдруг перед носом у тебя айсберг выплывает. Это с нами не раз было. Или когда начинается шторм и вроде лед начинает расходиться и радость на душе сейчас отштормит. Смотрите, лед разводится. А потом начинается прилив-отлив. И прилив-отлив везде своеобразен. И все это кучкуется опять в громадное ледовое поле. И еще вроде вот и ветер не дует, и можно там весло использовать. Потому что у того же Дизнёва было это парусно-весеним суда. То есть когда ветер не дул, можно было управлять вёсами. И в это вот самое время начинает нести лед не в ту сторону. Нет ни прилива, нет ни отлива. Что же происходит? Морские течения. Это тоже своеобразие. И представляете, вот в совокупности всего этого надо жить. Это как мы учились, когда ходили на этих кочах. Вот ты идешь на коче, перед тобой проход. Проход, ну я не знаю, метров десять. Там льдиина, тут льдиина. И можно врезаться в эту плавучую льдину, потому что она вот на такой поверхности от поверхности расстояния находится под водой. И надо наблюдать. Они чуть колеблются. И если они колеблются в одном ритме, и то ледяное выступ, и этот, значит там перемычка, и проходить нельзя. И поэтому вот это плавание, оно даст интересный материал, что на самом деле происходило в экспедиции. Я уже говорил, что вот эти даже влияния не только льда, но и отмели, и туманов, и так далее. И как люди на это реагировали. Ведь реакция человека неавантюрного склада, это будет, значит, впадет в транс. Человек, который верует, не только у него есть вера там религиозная, но который верует в том, что это надо сделать, это нужно, это важно, такой человек, он готов рисковать жизнью. И вся братия с ним, вся команда подбирается так, которые готовы рисковать жизнью. А отписки, когда они писали, они понимали, что входят в историю. Они же приобщали к земле государству российскому. И супер важно было знать, где кончается граница России на востоке. То есть проливом она заканчивается, а это уже мощное такое укрепление, которое не построено. Или это земелька, по которой будут двигаться туда и сюда. Надо было новые земли приобретать и устанавливать порядок. А устанавливать порядок было очень трудно. Сколько людей было на судне того же Дежнева, когда он остановился. То есть конец его плавания был, и когда он на Надорский островом строил. Их там было 20 с небольшим человеком. А кругом сотни, которые могли объединяться. Поэтому везде строили сразу защитные укрепления. И Якутск, и другое, и другое. Называлось покоренные, приведенные к причалью народа. Часть из них воевала с ними, а часть из них спокойно переходила, потому что у них не было моченьки от их же соседей. И вот в этот период появлялись вот такие люди, как Дежнов, для которых было две вещи. Открыть новые земли и экономически, да, дать какой-то вклад. Когда мне одна специалистка из Якутии женщина говорила, читаешь вот эти вот их рукописи, и говорит, представляете, Петр Владимирович, для них. Они описывают, здесь мы потерпели то-то, здесь мы голодали, здесь мы нищенствовали. А когда идет описание, которое тоже эмоционально должно, то, что они маханули 400 километров, это для них было пфу, расплюнуть. То есть психологически из этого видно, что вот они шли такой мощной волной, наверное, как вот Гумилев говорил, да, что существует вот такое вот в тот или иной период в государстве вот такая мощная сила развития, которая заставляла их двигаться. О первопроходце Семене-Дежнёве известно немного. Даже место его рождения под вопросом то ли Великий Устюг, то ли сего на реке Пинеги в Архангельской области. Служил и казак, участвовал в присоединении к якутии, выдерживая постоянные спички с местным населением. Собирал ясак, дань в казну московского государства. Служил на Колыме, был одним из основателей Колымского острова. В июне 1648 года со своими соратниками из устья реки Ковыны вышел Северный Ледовитый океан. Из семи кочей три сразу разбили из бурных водок. Но остальные продолжали двигаться вперед. 20 сентября 1648 года они обогнули мыс, который назвали Большой Каменный остров. Он он назывался переменем Дежнёва. Но открытие Дежнёва было призвано очень поздно. Спустя целых 110 лет, когда пролив был уже назван Беринговым. Герхард Миллер, историк, извечный противник Ломоносова, в Якульском архиве нашел отписки, то есть записки Семена Дежнёва, где рассказывалось о пришествии и открытии казачьего атамана. На составленном карте Сибири, изданной в 1758 году Российской академии наук, морской путь из устья Ковыны к берегам Камчатки был обозначен надписью «Дорога, издавна часто посещаемая». Морской проезд в 1648 году трех русских судов, из коих одно достигло Камчатки. А имя Семена Дежнёва на карте России появилось еще позже, только в самом конце 19-го века, в 1898 году. Тогда, по ходатай русского географического общества, мыс Восточный был периминалом в мысле Дежнёва. Дежнёв прошел этот берег, это понятно, по описаниям, по его дневникам, и уже никаких сомнений ни у кого нет, что Дежнёв обогнул, прошел, и его ход в Анадаре не по берегу, он его понес в Анадаре. Когда пришла группа за ним, то есть сомнений современных специалистов никаких нет. он прошел, он первый, а то у него никто и не проходил. Здесь сейчас находился селевый король в гостях у Кавры Сергея, местного жителя. Что он такой силы, что брызги летят за десятки метров в морской пыль высекает из скалы для людей. Сейчас у нас есть возможность привести в порядок. запись и мыслей он должен быть. Я надеюсь, выступит. Искорее, я надеюсь, ваше путешествие будет продолжено в море, успокоится, отпустит нас. мореплавание мореплавание в любых условиях аркады. Норвежцы его не создали. Почему? Потому что течение Гольфстрим своей мощной веткой мы его видим даже на восточном побережье Новой Земли, когда на мотоботах ходим, аж туда огибает и мусор приносит со всей Европы. То есть у них не было здесь стоячего льда. А что происходило у нас? Белое море замерзает. Это потом мы двинулись там Мурманск Кольский полуостров и так далее организовали незамерзающий порт, потому что туда Гольфстрим заходит, да? А Белое море замерзает, а поморские зимовие все здесь, а они же промысл льды круглый год и зверька на льду, плавучий лед, маленькие лодочки легяночки, то есть для них эти плавания на льдинах перемещения в экстремальных условиях это была ежегодная работа и привычные занятия. Для них лед не был стеной. Делитель норвежский и вообще мировой величины исследователь Нанса, да, он в своем томе писал, он когда строил свое судно фрам, он построил и писал по поморскому способу, очевидному, отработали способы, отработали способы вязания вице, а не сбивания там этими гвоздями ковыми. То есть отработали систему знаков, отработали систему вытаскивания судов, они разного были мощности на льдины, если приперло окончательно, отработали способ выхода изо льда, входа в лед. Я когда-то взял поморскую терминологию, я просто ошалел, вы понимаете, там каждое событие есть слово поморское, понимаете, все названо словами, и команды отдавались коротко и ясно, кормчим, и все это звучало, вы понимаете, это была такая жизнь, это вот когда читаешь роман, когда побружаешься в этот мир, это одно, а когда ты вот проводишь историко-географический эксперимент и прочитываешь романы и научные статьи даже в музеях и значит вот находки какие-то ищешь и прочее, это совершенно другое ощущение. Издневная участника историко-географического эксперимента Чукотка территория открытий. Мыс Дежнева взят. Штиль вода гладкая особенно там где течение каждый не по разу вспоминает название океана тихий каждый молчит и боится сглазить тишина обрывки фраз по лицам видно, что каждый здесь сейчас сам по себе и думает о своем видимость миллион на миллион видны оба острова Диамиды и Большой и Малый наш и Американский видят велика Аляски Никитов и Моржей только разные птицы своим гомонам нарушают тишину делаем серию фото поочередно залезаем на верхушку маяка выпиваем два тоста первый за Тишнева и за товарищей второй за тех кто в море два часа в тишине на солнышке в полудрёжной мыслях сложно сказать кто и что из нас чувствовал и о чем думал но наверное каждый думал о пройденном пути достигнут прицели и дальнейшем путешествии поочередно и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...